Здравствуйте! Сегодня 29 декабря и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру На вчерашних торгах ключевым событием стал итальянский аукцион по продаже гособлигаций. Несмотря на негативные ожидания, аукцион прошел довольно успешно. Было реализовано 100% планируемого объема облигаций на сумму 9 млрд евро при стоимости кредитования 3,25% против 6,5% ранее. Однако рынок по существу не обратил внимания на результаты аукциона, продолжая торговаться в крайне узком ценовом диапазоне в 20 пунктов. Ситуация резко изменилась в начале американской сессии. Сообщение о рекордном увеличении баланса Европейского банка вызвало опасения инвесторов о том, что банк включил печатный станок и монетизация в Европе идет полным ходом. Кроме того, рост объемов денежных средств, которые региональные банки разместили на депозитах ЕЦБ, показал, что региональные банки не кредитуют друг друга, предпочитая зарабатывать на безопасных, хотя и довольно низких ставках овернайт. Рынок отреагировал на это известие обвальным падением единой валюты. За три часа курс евро потерял более 160 пунктов, зафиксировав на исходе дня минимальный уровень на отметке 1.2912. В нашем прогнозе на четверг предполагаем попытку пары начать восходящую коррекцию к вчерашнему падению валюты и протестировать на пробой уровень дневного разворота 1.2977, а затем и 1.3009. Если же продавить уровень 1.2977 не удастся, снижение продолжится далее в направлении 1.2874, 1.2844 и 1.2778. Низкая рыночная активность на вчерашних торгах вынудила фунт большую часть времени торговаться в крайне узком боковом диапазоне вокруг ценового уровня 1.5665. Обвал евро на американской сессии спровоцировал агрессивные продажи британской валюты, курс которой на этом фоне начал стремительно снижаться. На исходе торгов пара достигла уровня двухнедельного минимума 1.5441, потеряв в падении почти 250 пунктов. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем разворот пары от вчерашнего снижения и подъем курса британской валюты к ценовым уровням 1.5485 и 1.5529. Далее ожидаем возобновление снижения пары в направлении 1.5409 и 1.5342. В экономической статистике четверга Япония опубликует данные по объему иностранных инвестиций в экономику страны и объему капитала, инвестированного за рубеж. Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь, а в США сегодня будут опубликованы еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья, декабрьский индекс производственной активности в Чикаго, а также данные по запасам бензина и сырой нефти от Министерства энергетики. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...